друзья всем привет с вами как всегда алексей крылов илья вот многие спрашивают алексей в декабре в турции ужесточились правила что происходит в общем на эту тему я считаю это такая будет супер полезная информация мы сейчас поговорим поподробнее и в этом опросе нам помогут как стать профессионалы я думаю многие знают мы уже с ними встречались это канал из турции о турции татьяна ур вот сейчас они расскажут что изменилось я знаю что ура появился 12 iphone но мы будем не говорить не про iphone на погоде вот хотя думаю фон наверно будет интересовать больше всех чем погода в турции вы знаете какие новые ограничения вводятся в турции в декабре до можете про это подробнее рассказать более того они уже сегодня действует с первого декабря с первого декабря да какие главные ограничения комендантский час с каждый день с 9 вечера до 5 утра нельзя выходить на улицу любой день выходные с пятницы с 9 вечера до понедельника 5 утра тоже нельзя выходить на улицу абсолютно это касается и сейчас выходные получается с пятницу девять вечера начинается и до понедельника то есть суббота воскресенье вообще дома до 2 ничего себе причем это не ограничено это может быть там ну до января может больше быть то есть это не сказать что именно только в эти выходные так вот пока бы ну да вот про туристов про туристов нет никаких разъяснений пока что то есть ну если были какие-то другие плану там вводили за ограничение дот там сегодняшнего дня то они не распространялись на туристами туристы там ходят там ну как бы если есть ну подтверждение что ты туристу это тебя не касается вот сейчас пока нет разъяснений потому что я не знаю ну отеле это точно не касается если вы приезжаете отдыхать в отель да там там все включено неважно в отеле такого нету ним своя территория закрыта вот это проще море рестораны там разве вот я по поводу ресторанов суббота воскресенье они были на заказ только на звание позвонили вам привезли также продуктовые магазины тоже позвонили вам предоставка доставка то есть только когда так продуктовые тоже будут закрыты получается да да только да то есть так зайти нельзя будет правильно я так поняла что будут работать там пекарни ну типа хлеба купить я понимаю что можно будет выйти за хлебом вот ну это тоже как бы доставка же не понятно идет а я не знаю мы никогда не так давайте сейчас поговорим про с или хэш под с с кода что это такое потому что у нас таких кодов нету я так понял у каждого гражданина турции есть свой хэс-код ну должен быть так вот чтобы попасть в госучреждения то есть там больницы банки в чё там еще суды вот мы как раз в суд когда шли тоже получили хэс-код там просто смс надо отправить на номер приходит код и по этому коду привлечь там хранится информация болел ли ты болеешь ли ты этот информация правильно то есть уже это у нас это больницы лаборатор больницы лаборатор это тоже начали это спросить это да то есть сказали в отелях да просят тоже а вот да мы заселяли сейчас в отель тоже хэс-код на ресепшене сказали когда билеты покупаешь тоже межгорода между родов билеты и сегодняшнего дня как сказали в торговых центрах тоже нужен будет хэс-код тоже как бы для всех ур говорит что туристов это не будет касаться но я знаю что туристы тоже же приезжают например между городами переезжать им обязательно нужен хэс-код турецкого номера просто отправить смс-ку там со своим паспортными данными фамилию там и как бы придет этот код то есть в принципе уже сложно как вообще это работает это то есть она по геолокации отслеживает телефон да и там в радиусе там полтора метра если я нахожусь с другим телефоном я думаю они отслеживают или хэс-код нам рассказываешь и якобы они отслеживают что ты контактировал с больным или нет то есть если с тобой там в автобусе больной едет либо в отеле как-то так вот ну я так для отслеживания для тех кто в больнице там если ты болел например на тебя сразу данные заводят по этому ходу то есть ты например заселяешься там в отель ты неделю назад там сбежала и за с этой больницы заселился в отель тебя сразу они до свидания то есть давай долечивайся иди ну то есть для этого вышка до в отель заселять заполняйте анкеты ну да информации были ли вы там за границей не были то есть такими данные поэтому ну еще сказали да если получается они же когда заселяешься в отель вводят этот код если кто-то больно ну человек заселился и он заболел и они как бы видят что да то есть этот код типа был рядом с тобой значит ты был в зоне вот этого вируса вот так скажем но самое сложное это рассказывают с детьми то есть на детей здесь действуют какие-то особые ограничения у вас поскольку есть дети расскажите у нас этим конечно вообще прям проблема проблема для детей есть определенные часы когда они могут выходить из дома и там посещать магазин и так далее с часу дня до 4 вечера то есть всего три часа в день могут дети находиться там на улицах и плюс например вот у меня ребенок в сад да еще вчера только ходил вчера же уже пришло сообщение что все закрываются сады там школы все на дистанционное обучение короче сидим дома вот так вот сидим дома и не знаю много страдает бизнес много кто остается без работы есть какие-то там какая-то помощь какие-то компенсации люди которые ну по весной были выплаты весной были выплаты для тех кто остался без работы там причем по моему 50 процентов от зарплаты платили ли 60 процентов что такое сейчас не знаю никакой пока информации не все работают все то же самое ну а чё какие ничего не закат или так же как на зимой закрылись на зимний период а какие-то работали в районе 770 процентов отелей как бы вот после первого лапдаун этого весеннего не не запустились мне кажется не 7 не но это да что мы и напутали наверное мне кажется 30 процентов может 70 работает работали а 30 скорее всего нет потому что мы сколько проезжали отель и они все практически открыты были ну да ну сказали что еще буду сейчас больше больше закрываться да я просто по египту знаю закрывать и сады ну да может и не закрывать не египте сейчас один за одним говорят вот был вот этот локдаун там у них тоже жестко было все закрылось потом открылись отели они не заполняются и сейчас один за одним закрываются закрываются, закрываются. Люди даже купили путевки. Все не едут, да, боятся наверное ехать. И они, получается, отели закрывают, их просто сели в другой отель. И люди даже не в курсе, что их отель уже закрылся. Вот так вот. И еще хотел спросить по ценам. Смотрите, этот район называется Каньялти, да? Каньялты. Каньялты. Вот. Мы просто это... Коньяк в Ялте так выучили. Каньялты. Вот. Получается, мы заметили, что самые низкие, вот самые низкие цены, это где-то в центре. Вот есть как-то по ценам? Тут, наверное, или этот... Очень разброс такой. По ценам в смысле покупки жилья? Ну, я вот... Нет, не покупка, а вот например, по донор-кебабу. Мы поесть, например, здесь стоит 15, нам продают. В центре нам продают там по 8. Ну, потому что в центре покупают в основном местные, а здесь, понятное дело, отели, как бы, пляж естественно, будет подороже. Ну, это как и у нас везде. Ну, да. Это считается вообще такой туристический, да, район Каньялты? Ну, нет. Именно вот здесь, вот набережная, пляж Каньялты, да. Ну, а также здесь очень много русскоязычных живет, живет, в принципе. Но он все равно дорогой считается, район. Потому что самый новый, да? Ну, я бы не сказала, что он ну, относительно, как бы, да. Еще есть там Лара, ну, это центр, там дальше Лара, вы не ездили на пляж Лара там... Нет, там еще не были, да. Там тоже, да, считается хорошей? Ну, там тут, например, камни, да, пляж, а там песок в Ларе, там песочный пляж, кто любит песочек, там про меленький такой же-то. И там потеплее, кстати, море считается всегда из-за песка. Ну, что, смотрите, коротко ответили на вопросы, что сейчас творится в Турции. Татьяна Ур дали, как бы, самую точную информацию. Я повторю, что у них есть свой канал, называется «Из Турция Турции». Ссылка на канал будет под видео, и там будет вся актуальная информация, которая здесь происходит. Вот, потому что мы скоро уедем, а они остаются здесь. Будем держать вас в курсе. Да, да, вот так. События будем ждать, вас еще в гости приезжайте. Да, огромное спасибо за встречу. Ну, на этой прекрасной ноте это коротенькое видео будет заканчиваться. Всем счастья, здоровья, всего самого хорошего и самое главное – путешествуйте и напишите, что вы про это все думаете. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok